Добрый вечер! Сегодня в рамках одной программы постараемся уместить события целого месяца, месяца молодежной науки, который стартовал в САФУ. В его рамках намечено свыше 90 событий, о некоторых из них и поговорим вместе с проректором по научной работе САФУ Борисом Филипповым и доцентом кафедры информатики и информационной безопасности Института математики, информационных и космических технологий Татьяной Сафоновой. Борис Юрьевич, Татьяна Анатольевна, Здравствуйте! Давайте начнем с месяца молодежной науки, то есть что он в себя включает, что это за мероприятия, почему их так много? Если говорить с самого начала, то нужно упомянуть о том, что этот месяц логично встраивается в общую систему научных мероприятий, которые реализуются у нас в университете, в том числе и в рамках молодежной науки. В отношении исследований молодых ученых и мероприятий, которые реализуются в поддержку их деятельности, у нас в университете разработаны ряд крупных проектов, прежде всего, конечно же, это арктически плавучий университет, это различного рода конференции молодежные, ну и, конечно же, центральным событием в течение года является месяц молодежной науки, который реализуется в САФУ уже на протяжении многих лет. — Ну вот человек, чью имя носит институт, сказал, науки юношей питает. Много ли студентов сегодня питается наукой, занимается наукой? — По итогам 2014 года в нашем университете научными исследованиями и различного рода разработками занимаются примерно 4600 студентов. Это чуть больше половины. За прошедший год студентами подготовлено 867 публикаций, сделан 301 экспонат на различных выставках, и они приняли активное участие в различных мероприятиях по всей стране. География этих мероприятий обширна. Наши студенты ездили с докладами, с сообщениями в университеты, которые расположены во Владивостоке, в Омске, в Якутске, в Южном федеральном университете они были, в Уральском федеральном университете и во многих-многих других. — Ну давайте от общего к частному. Татьяна Анатольевна, как давно Вы начали заниматься научной деятельностью? — Моя активная научная деятельность началась в 2007 году с момента поступления в аспирантуру по специальности «Математический анализ» к профессору Мирзоеву Кархану Агахановичу. С самого начала Кархан Агаханович не только вовлек меня в свои научные исследования, но и активно привлекал к исследованиям по различным грантам и проектам под его руководством. В основном это гранты Российского фонда фундаментальных исследований, фонда содействия отечественной науки, различные проекты в рамках, например, аналитической ведомственной целевой программы или госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации и вузам и другие. После защиты кандидатской диссертации в феврале 2012 года я попробовала подать заявки уже как руководитель на похожие гранты, и некоторые из этих заявок были поддержаны. Так, например, это молодежный проект Российского фонда фундаментальных исследований в 2012 году, в 2013 году это внутренний конкурс САФУ для молодых ученых, и в 2014 году это грант президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи. А чем конкретно Вы занимаетесь сферой Ваших интересов? Так же, как и 8 лет назад, я по-прежнему занимаюсь одним из разделов математики, а точнее функционального анализа — это спектральная теория дифференциальных разностных операторов. Вот для людей это что такое? Это, вообще, наши исследования носят чисто теоретический фундаментальный характер, но эти исследования, они имеют широкое применение в физике. Так, например, те уравнения, операторы, связанные с этими уравнениями, которые мы изучаем, они служат математическими моделями тех реальных физических процессов и явлений, которые происходят, например, в оптике, в акустике и в других разделах физики и механики. — Скажите, почему наука, допустим, не работа где-то секретарем? Почему вот эти сложные, я не знаю, интегралы, что Вы там, матрицы составляете? — Изначально я заканчивала базовое образование математиком, и по квалификации в дипломе стоит математик. Диплом мой был связан с математическими исследованиями, ну и мой научный руководитель еще диплома каким-то образом направил меня на то, что надо продолжать научную деятельность. И сразу после окончания университета самое простое было для меня, наверное, пойти работать именно в университет по своей специальности, которую я закончила. Ну и первый год после окончания я работала и думала, как жить дальше, поступать в аспирантуру или нет, и через год я поступила в аспирантуру. — Спустя время можно сказать, что этот выбор был правильным? — Безусловно. — Борис Ильич, вот таких студентов, которые идут в аспирантуру, их много? — Нет, их не может быть много по определению, потому что это крайне специфическая область, и желающих, в принципе, тоже не так много. И связано это с тем, что научные исследования, они имеют во всем мире, не только у нас, очень долгий период отдачи. — Это штучный товар, что называется, да? — Это штучный товар, но главное, что результаты человек увидит спустя годы, не сразу, не получив первую зарплату. И многие идут в науку не ради денег, а для удовлетворения своего любопытства, которое есть в человеке. И вот именно у таких людей оно очень сильно и обостренно. — Правильно ли я понимаю, что вот этот месяц молодежной науки — это своего рода форма популяризации, вот, может быть, той же аспирантуры, магистратуры, чтобы ребята, которые сегодня еще находясь на студенческой скамье, может быть, задумались и пошли дальше? — Ну, во-первых, нужно сказать о том, что у нас вовлекаются в научные исследования уже студенты, обучающиеся на этапе бакалавриата, потому что это первый этап. Второй шаг — это действительно магистратура, а третья — аспирантура или же защита уже докторской диссертации. Это целый комплекс мероприятий, и понятно, что соединить их в единое целое невозможно, но соединить их во времени иногда удается, что мы пытаемся сделать как раз в месяц молодежной науки. — Вы уже называли цифры научных разработок, а вот какие конкретные результаты есть? — Если говорить про оценку результатов деятельности наших молодых ученых и исследователей, а также обучающихся, то следует сказать о том, что у нас в университете четыре сотрудника и обучающихся получили стипендию президента Российской Федерации. Прежде всего, конечно же, это, причем пополам, как фундаментальные, так и прикладные исследования были оценены на самом высоком уровне. Среди обучающихся это аспиранты, в частности, Людмила Исановна Вишнякова, которая выполняет свои исследования под руководством профессора Аркадия Михайловича Айзенштадта в Институте строительства и архитектуры. Она посвятила свою работу, представленную на конкурс, разработке мелкозернистого бетона, так называемый легкий бетон, который используется в конструкциях, которые богаты арматурой и в которых невозможно использовать бетон в качестве связующего элемента, у которого имеется щебень. И вот в этом случае, экспериментируя с различными добавками, молодые ученые пытаются получить бетон нового качества, морозостойкий, который может использоваться в арктических условиях. Я отмечу, что снова такой сложной разработкой занимается девушка. Да. Татьяна Анатольевна, вы удостоились гранта президента Российской Федерации. Что за работа и что за грант? Это работа в рамках моей научной деятельности. Задачи, которые мы решать будем в рамках этого гранта, они не выпадают из области моих интересов. Единственное, что в этом гранте мы попытались немножко расширить сферу моих интересов и заниматься не только математикой, но и попытаться найти те физические приложения, о которых мы всегда говорим, что они есть, но до которых обычно не доходим. То есть тем самым мы в этом проекте пытаемся преодолеть разрыв, традиционный разрыв между математиками и физиками, потому что традиционно математики считают, что приложение — это дело физиков, а у физиков порой не хватает вот этой математической составляющей. То есть мы хотим получить новые математические результаты в области спектральной теории операторов и попытаться понять, что дают эти новые результаты в каких-то конкретных физических приложениях. Особо актуально это связано с тем, что в последнее время особое внимание уделяется так называемым наноматериалам. И вот те уравнения, которые мы изучаем, их спектральные характеристики позволят узнать что-то новое об структуре этих наноматериалов. Сложно получить грант президента? Лично вам что-то пришлось делать, может быть, ночами сидеть в лабораториях? Мне кажется, что это дело случая. Попытка подать заявку на грант президента Российской Федерации — это третья попытка. Первая была в 2012 году, потом в 2013 и вот в 2014. С третьего раза нам поддержали этот проект. Как раз мне кажется, это связано с тем, что мы заявляем не только математические исследования, но и говорим о том, что, возможно, получится получить какие-то физические приложения этих математических результатов. Дороги для всех открыты. Если подаешь заявки, то рано или поздно эти заявки будут поддержаны. В отношении получения гранта и то, что это дело случая. Это не совсем так, потому что написание заявки на получение финансирования — это тоже отдельное искусство, которому нужно учиться, которое как раз приобретается в момент становления исследователя как ученого мирового или всероссийского уровня. Это действительно очень сложный процесс. И зачастую ему ранее во всей нашей российской науке не уделялось должного внимания. Сейчас наука финансируется по иным механизмам. Это выделение целевых средств по ту или иную тематику. Заинтересовать грантодержателя, чтобы он выделил дополнительные средства — это целое искусство. И вот этому тоже нужно учиться. И с первого раза ни у кого не получается. Правильно ли я понимаю, что все средства, которые будут получены в рамках гранта, можно потратить только на научные разработки, то есть не на себя любимую, а на науку? Безусловно, любой грант — это средства, которые идут на научные исследования. В том числе часть денег обязательно должна пойти на командировки, либо на приобретение какого-то оборудования, может быть, компьютеров и так далее. Часть средств пойдет в так называемые ДГПХ с участниками проекта. То есть это те средства, которые выделяются каждому из членов коллектива на выполнение их научных исследований. Любая работа должна быть оплачена. Возвращаемся в месяц молодежной науки. Борис Юрьевич, правильно я понимаю, что в рамках этого большого проекта проходит конкурс идей «Постигай Арктику». Что это за конкурс и в чему его суть? Впервые этот конкурс был организован год назад, как раз по инициативе нашего университета. И реализовывался он в несколько этапов. Финал проходил в городе Наринмаре на встрече представителей стран арктических стран и наблюдателей, стран Арктического совета и наблюдателей. В этом году этот конкурс будет продлен. Он проводится под эгидой Совета безопасности и при поддержке Новотек. Он будет состоять тоже из нескольких этапов. Мы анонсировали первый этап в день холода в нашем университете, последний день зимы. И сейчас идет активный этап подачи документов. Кто участвует в этом конкурсе и для чего он? Это всероссийский конкурс. В прошлом году в нем участвовало 65 участников из 11 регионов. В этом году мы уже сейчас за несколько дней открытия конкурса получили тоже 11 заявок из 11 субъектов Российской Федерации. Этот конкурс направлен на развитие и пропаганду идей изучения Арктики и разработки различных технологий, процессов, которые были воспользованы, востребованы в этом регионе. И этот конкурс проводится исключительно для молодых исследователей и студентов. Вот как раз мы плавно подходим к завершающим мероприятиям в месяце молодежной науки. Какова точка будет? Это будет пленарное заседание ломоносовских молодежных научных чтений. И на пленарном заседании планируется как раз провести презентацию конкурса «Постигая Арктику», рассказать более подробно о основных целях и задачах, а также привлечь внимание всех исследователей, которые находятся у нас в Архангельске, к этому конкурсу. Сами чтения ломоносовские чему будут посвящены в этом году? Широкий спектр от фундаментальных до прикладных исследований, от гуманитарных до технических наук. И когда будет поставлена эта точка в месяце молодежной науки? То есть какого числа пройдет пленарное заседание? 24 апреля. Спасибо большое, что пришли к нам на программу. Спасибо. Целый месяц молодежной науки был сегодня в центре внимания. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.